Ну что, всем огромный привет! Меня зовут Квасин. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я вам хочу показать свои ТОП-5 люксовых ароматах на весну. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой шикарный телеграм-канал «Парфюмерная сука», где вы узнаете о парфюмерии все и даже больше. Ну, смотрите лайфстел-фотографии, всякие ржомбы, мемы и прочее. Самый лучший телеграм-канал о парфюмерии, если вы не знали. Вот, зацените мой лук. Ну, вот это у меня есть целый костюм. Короче, это такие шорты и вот этот свитер такого роскошного цвета. Вот, вообще охуительный, скажите же, просто невероятный. Такая гуляя рванина. Он асимметричный, он с такими вот моментами. Ну, в общем, роскошный просто, девочки. Тут прям, тут прям все максимально серьезно. Вот, а мы с вами давайте начинать. Также не забывайте пользоваться моим промокодиком на сайте randow10kvasin. Вот, и берите мой аромабоксик, ароматы с эффектом. Где восемь моих фаворитов, которые вы попробуете, офлаконите и все сделаете. Поэтому берите и мозги не любите. Вот он на магнитике, кстати. Вот. Вот, а сегодня у нас будет топ-5 люксовых ароматов малышки. Поэтому сразу же это обдумывайте и пишите ваши фавориты из люксовой парфюмерии. Ниша сегодня у нас, девочки, под запретом. Давайте начинать с первой моей любимки максимальной, которой я пользуюсь уже каждую весну, каждого года. Это снятость редкость без ПП. Это у нас Balenciaga Rosa Botanica. И вообще, знаете, у меня что-то в посыне. Ой, умираю немножко. И у меня что-то в последнее время с Balenciaga очень много моментов пересечения. У меня целых две новые штучки в гардеробе от этого бренда. Там сумка и кроссовки. И этот аромат мой любимый на весну. Это снятость редкость, но на рандеву она должна быть. Очень много девочек, по моему совету, выбрали эту розу Balenciaga. Купили, потратили все свои оставшиеся деньги. Обналичили материнские капиталы. Но купили флакон Роза Botanica. И они все не жалеют. Они все только за. Они мне говорят, блядь, почему я не купила его раньше? Когда он продавался. А я им просто говорю, ну, надо было раньше меня слушать, мормышки. Лучшая парфблогерша, говна не советуют, как бы. Вот, не лохушка, а королева. Вот, ну, в общем, Роза Botanica это невероятный розовый, почулиевый пипец. Вообще, это вы будете собирать все комплименты на планете с этим ароматом. Вы будете королевой бала с этим ароматом. Все будут спрашивать, чем вы наструячены, когда вы в этом аромате. Все будут подходить, лепетать. Потому что это невероятное сочетание розы, почули, плюс какие-то аптекарские ноты. И он очень ладно скроен, очень ладно, очень необычно, очень неожиданное здесь сочетание. Его очень сложно описать. И у него совершенно нету аналогов. Некоторые его пытаются сравнить с Лолик, Перльда Лолик. Именно с тем, которые тоже там розы, почули, таблетки. Это что-то около. Но если Лолик Роза Почули, это ядрёно, это густо, этот аромат, он очень воздушный. В нем очень много воздуха. В нем очень много переливов влажности, воды. И это просто анрил на весну. Флора Ботаника, к слову, с этой линейки мне не очень нравится. Потому что простовато. А это, это уникально, это невообразимо. Это звучит нишево-прянишево. И сейчас стоит тоже нишево. Но когда он выпускался, это, конечно, был просто разрыв очка. Потому что, знаете, у нас же люди дуры, они вообще ничего не понимают. Ни в моде, ни в парфюмерии, ни в красоте. Вообще ни в чём не разбираются. Покупают всякую хуйню. А когда аромат снимают, они морально дорастают до этого. До Розы Ботаники. И начинают бегать искать. Это нормально, это логично. Поэтому не будьте дурами. Обязательно найдите, возьмите и мозги не ебите. Поняли? Роскошный аромат уникальный. Аналогов я искал, не нашёл. Малышка. Роза Ботаника. Топ навсегда. Дальше мы с вами что-то нечаянно заговорили про лолик. И у лолика есть классная штучка на весну. Это азалия. Это такой вот флакончик азалия. Лолик у нас что? Лолик у нас лучший бренд. Люксовый. Потому что стоит недорого. А пахнет охуительно. А это что значит? Это значит мы это берём. И всё. И точка. Короче, обратите внимание на этот роскошный флакон, который пленит вас своим градуированным цветом. От красного к прозрачному. Эти роскошные принты, которые переносят вас словно в весенний сад. Ну короче, у нас тут эта мини-презентация. Аромат роскошный. Бело-цветочный. С капелькой фруктовым моментом. Вы знаете, тоже его сложно описать. Это какой-то цветок. Скорее всего азалия. И он воздушный. Он притягательный. В нём также очень много воздуха. Очень много влажности, воды. И знаете, что классно. Что он вообще не душит. Он звучит просто красиво. Его просто хочется носить. Ты его просто носишь и обалдеешь. Это то, что нужно на весну. Когда эти ручейки бегут. Когда тают эти гадкие глыбы снега. Когда говно проступает средь бела дня. Когда всё тайное становится явным. Когда начинает уже всё солнце по утрам выступать. Первые лучики. И этот аромат в эту наисвежайшую, где-то прохладную такую вот погоду с ветром сильным. Этот аромат великолепно вписывается. Знаете, такой вот фруктово-цветочный. Больше с уклоном в цветочную сторону. Это вот азалия. Он просто хороший. Знаете, я вам всегда говорю. Если не знаете, что купить. Купите что-нибудь у лалик. Что угодно купите. Вы не пожалеете. Кстати, что по украшениям. Такая вот бриллиантовая бабочка. Это розовые топазы и бриллиантики. Белое золото. Тут такой леопард бриллиантовый. Ну вот. Я сегодня в режиме тети стерва, девочки. Ну как выгляжу, скажите. Сосна или очень сосна. Так, девочки. Следующий аромат у нас синоним. Альман. Такой вот у нас тут ароматик. Альман. Синоним. Ноль один. Это у нас про что? Это у нас тоже фруктово-цветочная история. Смотрите, какое распыление. Фруктово-цветочная история. С зелеными нотами. С зелеными вкраплениями. Она очень шипучая. Очень напоминает шампанское. Игристо. И база здесь такая вот амбристая. Но очень свежая. Потому что, знаете, есть амбровые базы бабкинские. Блевотнейшие. Кстати, сегодня я в нем вечером. Вот я вообще наношу аромат 4 раза в день. Утром у меня было что-то. Днем я тоже сменил. А вечером, короче, я ношу вот это вот. У нас, знаете, вечером сейчас такая погода. Прохладно. Сильный-сильный ветер. А я дома всегда пшикаю с чем-то. Потому что я тут расхаживаюсь. А у меня вообще сейчас тотал пинг лук. И вот как раз таки вот эти шорты. В телеге можете зайти, заценить. А у нас люди, они вообще ничего ни в чем не понимают. Они такие. О-о-о. 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 Это, это, это кринж. Короче, они мне говорят. Ну, конечно, девочки. Люди вообще ничего не понимают. Ни в моде, ни в парфюме. Они привыкли там с своим серым луком. К этой серой массе. Кругозора ноль. Вот и тут я такая. Вокруг проститутки, наркоманки и я. Такое вот настроение, поняли? Ну, в общем. Ну, поняли, да? Роскошный аромат. Вот, знаете, праздничный, весенний, беззаботный, цветочно-фруктовый, с пузырьками шампанского аромат. Вот, знаете, он такой красивый. Он очень красивый. Очень шипучий. Очень игривый. Подойдет, знаете, для весенних свиданий, для весенних прогулок. Таких вот, знаете, когда солнышко так вот слепит, сильный ветер. И вы такая идете, и вам на всех похуй. Такой вот аромат. Очень красиво вскроен. Он мне попадал и в подборку с шампанским, ароматы. Вот прям охуительный. Попробуйте, не пожалеете. Будете мне писать спасибо. Потому что я вас знаю вообще. Вам показываешь что-то новое, вы мозги ебете, начинаете хейтить. Начинаете говно всякое тупое писать. Типа, о-о-о, там какие-то тупые претензии. Дебильные вопросы задавать. А потом я вас раздрочу, попробуй, дура. Ну, хватит тоже, блядь, ебать мозги. Попробуй. Ну, вот и все. И потом, ой, Васильда, извини, я была не права. Я говорю, ну, что и требовалось доказать. Вот поэтому возьмите, попробуйте. Альман 01 называется. Вот на Ламуде поищите. Он рили кайфовый. Дальше, девочки, тоже продолжим кайфовую историю. Это Нирлян. Нирлян. Это у нас Идиль. Смотрите, какая нежность. Смотрите, какая пудровая нежная наклеечка. Давайте струячить. Струячим. У меня тут микрофон, на самом деле, смотрите. Я, наверное, когда это отдаляюсь, он у меня теряется. Я его вот так поближе к себе пододвину, чтобы... Выслу... Ой. 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 Вау. Короче, девочки, это у нас роза. Роза. Хуюза. И свежесть. Поняли, надеюсь? Или, как всегда, нет? Роза. Хуюза. И свежесть такая балдежная, знаете. Свежим-свежим. Вот хочется сказать. Свежесть. Много также воздуха. У нас все сегодня воздушная композиция. Потому что не хочется грузить весна. Это такое время года, когда... Ну, блин, должен быть воздух, влага какая-то, блядь. Потому что уже так все заебало эта зима. Хочется вот, чтобы прям вот так вот потянулся. Так вот, типа, ой, блядь, весна пришла. Типа, птицы орут там хуйню какую-то противным голосом, да? Ой, блядь, что-то в глаз попало. Ну, и все, короче. Роза. Влажная композиция. Мокрая роза. Вот представьте, вы так... Вот роза такая сидит. Лежит такая, знаете. Вот она сейчас произрастает весной. Ну, допустим, розы вот весной растут, весенняя роза. И она такая молодая. И тут пошел дождь. И вы берете вот эту розу, нюхаете. Вокруг вас вот этот запах влажности, сырой травы, вот этой почек, вот этой вот. И вот он. Вот этот запах. Он охуенный. Вообще, у меня очень давняя история, связанная с идилем. Я его услышал у подружки и запомнил. И я его нюхал, нюхал от нее. Потом спросил, блядь, чем это так охуенно пахнет? А она говорит, это идиль. Я такой, охуенно берем. Девки, просто берем, мозги не идем, нахуй. И дальше тоже у нас про розу, про цветы. Это флёр маск, девочки. Нарцисса Родригес. Нарсисса Родригес. Флёр маск. Дырочки мои. Мои дырочки. Это ОСМР видео. Сегодня мы с вами поговорим о весенних ароматах, блядь. Слушайте меня и радио. И все будет охуенно. Смотрите, какое. Как вам ОСМР это видео? Вам нравится? Нахуй. Короче, девочки, флёр маск. А мой ой. Поняли, что я сказал? А мой ой. Мой один из любимых. Я хотел сказать самый любимый, но у меня еще там есть Грэвис. Нарцисса. Я его тоже челю. Вот, знаете, роза, цветы. Все возможные. Мускус. И это так хорошо сделано. Это вот прям весна, лето. Но весна. Также мускус. Здесь такой, знаете, не животный, а очень носибельный. Очень охуенный мускус, который, знаете, девочковый. Вот если вы девка, или даже если вы бабка, тётка, и вы хотите помолодиться, то возьмите. Вот он прям, да. Тут вот, знаете, малолетние цветы. Потому что есть, знаете, старческие цветы, как Шанель номер 5. Хотя он тоже всем подходит абсолютно. Не знаю, какой вам пример привести. Но есть вот тяжелый аромат. А он легкий. Флёр маск. Легкие цветы. И вот от вас этот флёр этих цветов на мускусе. Всё охуенно, знаете. Он очень хороший. Если вы не попробовали этот аромат, то нам не о чём разговаривать. Поняли, мои малышки, в попе две покрышки. Поняли, мои хорошие зая. Пробуйте новые. Пробуйте новые ароматы. Не будьте дурами. Кстати, мне так нравится принт у Розы Ботаники. Смотрите, он прям как на гавайских рубашках, да. Знаете, такие вот принты делают. Там едет кто-то на Гавайи, покупает рубашку вот эту тупую. На ней такие вот цветастые принты. Там с цветами, там с хуями, всякой другой хуйней. Тоже красиво выглядит. Пишите свои весенние ароматы, обсудим. Подписывайтесь на канал, на телегу. Пользуйтесь промокодиком. Берите аромабоксик, пишите комплиментики. Советуйте друзьям, меня близким. Не жоптись. Пусть все меня знают. А я пошел, девчонки. С весенними возднями. Кого-то с менструационными. А я пошел. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok